ты помимо того что пишешь музыку пишешь стихи рисуешь 5 огромной аудитории еще известен как вот мастер приготовить вкусное вот не надо меня демонизировать как повара в этом смысле от тебя ничем не отличаются да ну нет но я вообще не способен поросенка там тебя же приготовить просто еще родина не приказывал это сделать может быть я об этом просто умею рассказывать руки любого нормального мужика хорошо но ты еще допустим известен как там дайвер то есть человек который ты самый знаменитый ныряльщик российской федерации возможно потому что на протяжении двух лет я тоже умеешь об этом рассказывать я регулярно про это делал фильмы и их видел огромное количество людей у меня была хорошая команда у меня были очень хорошие операторы и у нас была возможность оказываться в самых интересных местах планеты сейчас эти фильмы пересматриваю в общем не стыдно совсем не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва-24 я для того чтобы в общем как то вот эту тему не развивать не буду спрашивать как макаревич выбирает по жизни женщин спрошу как он выбирает партнеров как был выбран орган потому что я знаю что когда возникла идея отойти от телевизионного варианта смака константин львовичерн сказал что программа будет закрыта если рейтинги упадут после смены ведущего значит после этого прошло некоторое время то есть ведущий программу смак макаревич не сразу остановил свой выбор на своем сменщике иване урганте потому что мы пробовали массу людей так а урганта я заметил ровно за два года до этого так и он тогда пришел на мтв и я приехал туда заметил у когда он пришел на энди я сказал вань а хотел бы ты подхватить эстафету смака он будет с удовольствием на сегодня подписал контракт на два года я говорю они ты можешь мне пообещать что через два года я точно видел что никого лучше не будет ты сразу ко мне придешь он говорит обещаю ну в результате программу закрыли после этого был открыт youtube канал смак идем по тем же персонажем или нет или это или это совершенно другой проект вот во первых зачем и во вторых как во первых я хочу вспомнить ощущение 93 года когда мы это начинали вот это же ощущение абсолютной свободы эксперимента и у меня там даже хронометража нет понимаешь то есть может быть один выпуск 15 минут и другой час от неважно и мне пока опять интересно пока мы идем под флагом все возможно я могу кого-то приглашать кого-то не приглашать а минуточку а здесь я хочу уточнить а бывали что навязывали гостей в смак в телевизионный последние годы конечно да тебе раньше конечно но мне еще нет вани уже да добрый день друзья напомню еще раз что 11 декабря 23 года 70 лет андрею макаревичу основателю лидер группы машины времени народному артисту российской федерации иностранному агенту увы можно и нужно не соглашаться с его политическими воззрениями вести дискуссию полемику возражать ему как угодно даже использование нормативную лексику однако а вычеркивать машину времени из истории нашей музыкальной индустрии из истории советского рукодвижения но это нелепо я в который раз повторю что это настоящая украинизация мы пытаемся здесь моделировать поведение и реакции наших не братьев сотый раз повторю мне это не понравилось да я считаю что макаревич не прав он естественно считает там меня и своих оппонентов идиотами это это нормально это нормальная такая вот кого политической дискуссии я помню однажды в последнем моем интервью с мишей эфремов с михаилом олеговича нефремова 19 год был буквально за несколько недель до кончины его мамы он в этой беседе процитировал ленина какое-то какое-то письмо владимир ленина что-то там такое что если я рву с другом политически я рву с ним и лично как у какой-то смысле могу не точно процитировать но по посыл ясен что если мы по политике расходимся то мы не можем никакие отношения поддерживать так вот я не ленин вот я не ленин в этом смысле кстати миша михаил олегович вспоминал это тогда говоря о своей дружбе с иваном хлобыстием и бантурчевым говорю что они остаются в братскими сердцами несмотря на то что они на тот период осадок 19 году находились на разных полюсах политических вот и я тоже могу находиться по другую сторону политической баррикады с тем или иным своим знакомым или приятелем но при этом не считаю нужным не говорю что возможно не считаю нужным с ним рвать лично потому что люди взрослеют люди меняются да я слышал это много раз что не стоит прогибаться под изменчивыми как я это понимаю что человек просто не хочет взрослеть знаете вот зимой человек в морозы надевает шубу шапку шарф валенки барышка ходит а потом наступает лето вообще все меняется меняется распад меняется контекст меняется все лето наступает он дает нет я не буду прогибаться это мои варежки этот шарф шапочка и шуба я их не сниму никогда не буду прогибаться под изменчивыми мне кажется это такая немножечко игра в такой подростковый нонконформизм наверное раз 10 или 20 уже говорил но повторю еще раз высказывание которые приписывают уинстону черчилль на самом деле сказал другой премьер-министр британский значительно раньше израиль если ты в 16 лет не либерал не революционер и коммунист в конце концов у тебя нет сердца а если ты в 40 лет продолжаешь быть коммунистом либералом революционером у тебя нет головы тебя нет мозгу вот это я не про кого конкретно это просто вот достаточно такая известная цитата повторюсь приписывая приписываемая уинстона черчилль вот песня сегодня не британских примерах наших рок музыкант я очень надеюсь что рано или поздно что-то все-таки изменится и они вернутся так или иначе потому что они не любят слова должны но мне кажется что где ты родился там не пригодился могут привести к примеру допустим как он набоку который ехал в америку писал на английском языке все равно оставался русским писателем русским писателем он оставался даже когда свои шедевры писал за океаном и на другом языке во всем случае я так вижу насти восприятия каждого человека вот у тебя есть товарищ ты с ним совпадаешь во многом да вот например ты с ним любишь пиво и ты с ним любишь колбасу тогда ты почему-то уверен что он должен вместе с тобой любите груши это жестокое заблуждение а грушу он ненавидит поэтому ты будешь есть грушу а он будет есть колбасу и это называется толерантность понимаешь на тебе же очень хочется чтобы он с тобой ел груши ты знаешь какая она вкусная а он дурак не понимает вот тут возникает сожаление но это субъективные вещи но мы же люди андрей лобазюк как часто вашей жизни возникали ситуации когда вы стояли перед выбором прогибаться под изменчивый мир или нет чем разрешались эти ситуации и схожи вопросы татьяны владимировны рубцовой что или кто помогает вам не прогибаться под изменчивый мир я просто не могу делать то что мне неинтересно это же мне не нравится у меня прежде не получится поэтому у меня не стояло просто прогибаться или нет я очень хорошо помню как нас несколько раз в конце семидесятых люди которые к нам хорошо относились а пытались протащить на телевидении ну спойте вот песенку вот эту ну спойте спойте песенку пахмута хорошая же песня хорошая и господи гунас не получится мы не исполнители это будет звучать ужасно вот как мы не будем стараться ничего из этого не выйдет поэтому и вопрос такого не стояло вот виталий фатюшин спрашивает вступили ли вы в ряды партии единая россия это что похожи не знаю вопрос какой-нибудь нет 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 я вообще не любитель вступать в партии вот море молодых колышет супер басы мне триста лет я выпал за ствы они торчат подрывы чем-то пудрят носы они не такие как мы и я не горю желанием лезть чужой монастырь я видел их жизнь беспрекрас не стоит прогибаться под изменчивый мир пусть лучше он прогнется под нас вместе один мой друг он стоил дух он ждать не привык был каждый день последним из дней он пробовал на прочность этот мир каждый мир мир оказался прочнее но что же спи спокойно позабытый кумир ты брал свои вершины не раз не стоит прогибаться под изменчивый мир пусть лучше он прогнется под нас вместе однажды он прогнется под нас другой держался русло и теченье лавину подальше от коротких берегов он был как все и плыл как все и вот он приплыл и дома и друзей и врагов и жизнью он похож на фруктовый кефир видал я их такое не раз не стоит прогибаться под изменчивый мир пусть лучше он прогнется под нас однажды он прогнется под нас а Субтитры создавал DimaTorzok Пусть старая джинса давно задёрта до дыр Пускай хрипит раздолбанный пас Не стоит прогибаться под изменчивый миг Пусть лучше он прогнётся под нас Однажды он прогнётся под нас Однажды он прогнётся под нас Однажды он прогнётся под нас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА